Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вдруг стала игнорировать девушка, хорошая подруга, которая мне нравится. Помогите, пожалуйста. Учимся с ней в одной группе в университете. Она мне действительно очень нравится. Знакома уже пару лет. Далеко не раз помогали друг другу, проводили время вместе, многое вместе пережили. Я очень дрожью нашей дружбой, хотя, конечно, хотел бы большего, о чем ей несколько месяцев назад и говорилось. Тогда она не ответила явное нет, как, впрочем, и да, но искренне сказала, что я очень дорог как друг, и терять нашу дружбу она не хочет. После этого тему особо не поднимала. Хотя я продолжаю оказывать ей знак внимания и показывать, что выделяю ее среди остальных. Но наши отношения стали похожи на американские горки. Она то позволяет нам сблизиться, оказывать какие-то знаки внимания, или я, например, вижу, как они с подругой могут таинственно хихикать, поглядывая на меня, то вдруг начинает как будто игнорировать и охладевает камни. Она очень скромная, как мне кажется, не любит вставлять свои чувства и эмоции на боках, поэтому я не понимаю, как мне это все воспринимать. Сейчас снова чуть ли не демонстративное игнорирование меня после недавнего хорошего нашего снеобщения, при том, что с остальными она общается нормально. Я никогда не пробовал игнорировать ее в ответ, потому что мы все-таки не случайные люди, которые недавно познакомились, как мы, как минимум, хорошие друзья. Подскажите, пожалуйста, дамы и господа, что мне делать в этой ситуации, что она все-таки думает, что пропринять. Стоит ли показать, что меня можно обидеть такими действиями, мы все-таки учимся вместе, если я, например, перестану ее ждать. После Пауэр это сразу станет заметно. Не обналит ли такой мой ответный игнор ее еще больше. Прошу помогите. Ситуация здесь, на мой взгляд, заключается в том, что вы не уверены в себе. У вас есть тревога и страх, и, судя по всему, вы, я бы сказал, ну, наверное, недостаточно решительны в этой ситуации. И, говоря о решительности, я не имею в виду какие-то действия по отношению к вашей девушке, а я имею в виду, скорее, ваш выбор, который вы делаете. Вы откровенно говорите о том, что девушка скромная и чувства свои на показ выставлять не любит. Ну, что ж. Тут, как говорится, ее право. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что человек может вести себя и действовать как угодно. Да. Это его выбор. Да, можно сказать, что... Можно сказать, что девушка боится сближения. И можно сказать, что американские горки, это, в принципе... История про страх, про страх сближения. Такое можно сказать. Только необходимо понимать, что вам от этого будет, ну... Не холодно, не горячо. Там и что. Теперь, когда вы знаете, что девушка боится сближаться, для вас это ничего не меняет. От слова, совсем. И... Ничего с этим не поделать. И говоря о решительности, я как раз таки и имел в виду, то, что если вы связываете свою жизнь, если вы связываете, условно говоря, себя с человеком скромным, нерешительным, неуверенным, то, ну, будьте готовы, в таком случае, к тому, что она будет, вот, расти себя так и, как говорится, напускать неясности. Что, в принципе, вполне нормально. Вы или принимаете такую ее позицию, и принимаете, что быстро и четко ничего не будет, и что ответственности за свои действия она обратно не будет, потому что ее такая позиция устраивает. Вот. Вы либо принимаете это, или нет. То есть решать здесь, ну, вот, исключительного ситуации, когда мы имеем дело с человеком, ну, вот, такого характера и такого склада. Ничего здесь поделать нельзя. Вы говорите о том, можно ли, ну, условно говоря, показаться ей, да, что вас можно обидеть. мне кажется, что это попытка прибегнуть к манипуляциям, потому что одно дело, если вам действительно действительно обидно, и одно дело, если вы действительно ну, как бы, чувствуете, что вам неприятно. это одно дело. И совсем другое дело, если вы ну, просто хотите как-то как-то девушке не то, не то, а помстить не то, а что-то что-то ей там продемонстрировать. то, а то есть это совершенно равная вещь. Если вам действительно обидно, то да, вы можете о-о-о о-о, э, 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 вказать Прямо о том, что вам неприятно. И это будет более чем нормально и более чем адекватно. А если вам не обидно, и если в глубине души вы понимаете, что человек такой, и что действует она так. Так, таким образом не созла и не чтобы вас задеть. Потому что, например, по-другому не умеет, по-другому не может. То здесь совсем другая уже история, получается, в таком случае. И на это нужно тоже обращать ваше внимание. Я думаю, что вы не доверяете себе. Я думаю, что для построения отношений нужно быть естественным. Естественно, мы готовим к какой-то спонтанности, если угодно. В вашем случае вы не позволяете себе таким быть. Зажимаете себя, боясь ее обидеть. Беда в том, что скромных людей обидеть очень легко. Точнее они, скажем так, очень хорошо обижаются сами по себе. И вы вот связали свою жизнь с таким человеком. Ну, по крайней мере, да, вот судя по тому, что вы описываете. Да, вы вот с таким человеком взаимодействует. Вот. То есть, это вопрос того, согласны ли вы на такого рода общение. Это вопрос того, согласны ли вы на такого рода взаимодействия. Понимаете? Вот. И все. В принципе. Сколько угодно можно говорить о том, как ее понять и почему она вас все игнорирует. что наоборот с вами хорошо общается. Вот. Все это является в данном случае особенностями ее характера. которые, которые вы либо принимаете, либо нет. Вот. В остальном ситуация здесь достаточно простая. То есть, вы хотите большего. Она вам больше дать не готова. И вы уже не можете общаться с ней как друг получается. То есть, вы не можете общаться с ней по-русски. Вот. Ну и общаться с ней как с девочкой тоже не получается. Вот. Вам нужно в данном случае, на мой взгляд, признать, что... есть у вас определенные чувства к ней. Вот. Друга вы ее больше не воспринимаете. Потому что в тот момент, когда вы захотели чего-то большего, но... с друзьями вы бы перестали, извините. Извините. И просто из этой позиции сходить. Вот. что, в принципе, является, ну... вполне нормальным. Ничего такого. В этом нет. До тех пор... до тех пор... пока вы... сами не начнете так считать. Вот. Вот и все. Вот и все. Кроме того... хочется обратить внимание на то, что... девочка хикикает. Ну... когда смотрят на вас... как... как вы говорите... и... обсуждают вас... под ручками. Под ручками. Это... показатель... это показатель... того... что она воспринимает себя... исключительно как... эм... ну... ну... женщину. И смотрят на себя... с точки зрения именно... гендерного взаимодействия. а... а вот... личности... значения здесь не... не... не уделяется. И... вам нужно... опять же... спросить себя... готовы ли вы... к тому... что... ваше... ваше общение... эээ... будет отходить от общения дружеского... вот если у вас... начнутся отношения... то... это будет взаимодействие уже... эээ... практически... только мужчины и женщины. это не будет взаимодействие... двух... например... 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 друзей. Это будет именно... вот... то... о чем... я... сейчас... говорю. Вам нужно... спросить себя... устраивать... для вас... такая... ситуация. Вот. То есть... как понимаете... это все вопросы про вас... но вы пытаетесь понять... ее... и вот это... очень показательно. что вы пытаетесь понять... ее... но не себя. эээ... в общем и целом... эээ... вам... эээ... по-пому и сложно... да... конечно... у... ээ... своего решения... ну... то есть... у вашего решения... как... как бы оно... эээ... не было... ээ... будет... так или иначе... ээ... ээ... а... ээ... какое бы решение вы не приняли... эээ... 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 у этого будет цена... эээ... ээээ... Придется заплатить определенную цену за свои действия паспорта. По-другому не бывает. Я, в общем и целом, этим и ценится те или иные действия человека. Вот. Ну, а вы пока что, судя по тому, что я могу видеть, к такому негапу вы боитесь. И, в принципе, со страхом можно поработать. С уверенностью в себе, с вашей позицией, чтобы вам это не мешало. Если хотите, конечно. Вот, пожалуй, как-то так. Я бы мог ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok